денежный магнит что же это такое здравствуйте на связи ольга олешкевич я хочу сегодня вам рассказать что же такое обозначает словосочетание денежный магнит для меня лично да потому что я в инстаграме написала пост и очень многие люди знаете отозвались на этот пост я рассказала о том как он у меня создавался прям целый процесс расписала да и вот в этом видео я хочу опять-таки рассказать как он создается для чего он нужен да и как его еще можно наращивать и чем он кстати говоря еще отличается от подушки безопасности и небольшая такая предыстория я человек который очень финансово заинтересован я человек которые интересуюсь деньгами интересуюсь теми возможностями как можно их увеличивать да как их можно приумножать и вот всегда меня интересовали темы там экзотерики до астрологии нумерология ну всякое такое вот и естественно я прошла очень много тренингов обучение марафонов у меня в копилке вот здесь столько знаний что я уже могу наверное целые книги писать до целые романы писать вот но дело не в этом дело в том что год назад ко мне пришла пришел очередной марафон под названием денежный интенсив в котором я уже получила прямо вы знаете инструментарий инструментарий как же можно стартовать буквально с нуля и начинать привлекать свою жизнь деньги на тот момент когда я стартовала как-то знать у меня там не ладилось в личной жизни у меня были ну так такие определенные затыки затупы да и в бизнесе так сказать все это как-то так очень медленно набирал оборот и вот этот вот денежный интенсив он мне прям вот помог стартануть стартануть с нуля и у меня начало налаживаться во всех сферах жизни у меня начали начало все хорошо получаться в бизнесе у меня произошел прорыв да я начала создавать для себя капитал да то есть капитал мы понятие растяжимы для кого-то капитал это миллионы тысячи долларов но вы же понимаете что с нуля сразу миллионы долларов конечно очень сложно получить на даже тысячи долларов с нуля чтобы получить это нужно постараться я не скажу что это рвало прям сильно опу в чем-то да но в любом случае в моем темпе в моем режиме все прекрасно стало получаться и я получила такую информацию что же такое денежный магнит и для чего он нужен значит денежный магнит это вот стартовая точка для меня то есть я знаю что очень многие люди хотели бы хотели бы создать для себя какой-то капитал который в будущем бы его кормил до который в будущем минут не нужно было работать не нужно было бы знаете напрягаться вот когда мы ну вы же заметь что человек достигшие пенсионного возраста ему просто приходится работать хотя можно было бы этого не делать если бы его научили в свое время накопить средства до накопить средства и вот правильно ими пользоваться также и в вопросах инвестирования сейчас я заметила что очень много людей которые кинулись в эту сферу которые стали рисковать большими и огромными суммами денег и я хочу сказать практически 90 процентов людей они теряют теряют свои деньги потому что не знают элементарных азов финансовой грамотности я тоже попробовала себя в таких высокорисковых проектах да ну знаете опыт есть опыт и и слава богу что вот у меня хватило ума последними деньгами не рисковать да вот и в результате в результате я все-таки сделала вывод что нужно заниматься тем что тебе нравится что будет гармоничным да что не будет приносить какое-то горе другим людям и в то же время что будет приносить тебе только благо и радость так вот вот этот вот денежный магнит создание денежного магнита это совершенно экологический способ и его можно делать несколькими методами да но прежде чем рассказывать как создавать денежный магнит я расскажу что же это такое значит денежный магнит это какая-то определенная сумма денег которую вы накопили или которую вы накапливаете до постоянно который будет являться для вас центром притяжения остальных средств остальных денежных потоков да то есть он будет включать новые денежные потоки и естественно чем больше будет ваш денежный магнит тем больше потоков и денег будет приходить вашу жизнь денежный магнит это те деньги которые вы никогда в своей жизни не будете нигде использовать он будет просто находиться в одном месте или там ну вы выбирайте сами место для меня вначале это был конвертик да то есть я купила конвертик и начала в конвертик откладывать денежки потом я на сумма на стала увеличиваться я ее положила в банк эти деньги положила в банк да потом я живу беларуси у нас начались беспорядки из банка я достала обратно они у меня лежали и накапливались в конвертике да вот и таким образом я стала замечать что буквально за год у меня собралась неплохая сумма да и на самом деле вот чем больше у меня остановился мой денежный магнит тем больше денег откуда-то стали приходить вот какие-то новые каналы стали открываться и деньги стали приходить из мира и больше денег стала приходить из моего бизнеса да и и больше каких-то новых возможностей стало открываться каких-то вариантов какие-то новые проекты которые помогают взращивать эти деньги да и естественно я уже у себя в голове понимаю что мой денежный магнит это не подушка безопасности подушка безопасности это те деньги которые вот знаете они вот как как на черный день что ли это уже другой конвертик да это уже другая статья наших финансов то есть денежный магнит это один конвертик подушка безопасности это другой конвертик и и соответственно подушка безопасности этими деньгами в которые вы откладывать подушку безопасности этими деньгами вы уже можете воспользоваться в любой критический момент когда у вас у вас прям нету средств вот например вы откладывали откладывали ну как бы у вас оставались лишние средства да вы ложили в конверс подушка безопасности и вот когда например там что-то случилось с автомобилем ну вот необходимо прямо сейчас купить какую-то дорогую дорогостоящую деталь вы обращайтесь свой конвертик они к знакомым друзьям и как бы достаете и используйте ее да но много есть разных непредсказуемых моментов неожидаемых вот так конвертик с подушкой безопасности как раз таки для этого и используется конвертик с денежным магнитом он неприкосновенный он является нашим магнитом если мы начнем его тратить мы просто будем перекрывать другие финансовые потоки так вот для того чтобы начать накапливать этот денежный магнит а я смотрю что у большинства людей проблематично это начинать делать то есть когда я начала это делать и рассказывал своим знакомым ну немножечко так на меня смотрели ага ну и что-то ну положил это этих 10 долларов но положил это этих 50 долларов ну что они прям все там погоду большую сыграют вы знаете а в рамках года в результате получилось что у меня накопилось ну такая достаточно хорошая сумма вот поэтому есть два способа как накапливать и подушку безопасности и денежный магнит первый способ называется отложи себе 10 процентов от всех доходов да то есть про это знают очень многие но опять-таки знать это одно а делать это совершенно другое если у вас не получается откладывать 10 процентов ну все равно вот в этом пределе вот у вас все равно же какие-то доходы есть или вам заплатили за какую-то работу или пришел в бизнесе или на работе или вы на в обычной классической работе трудитесь да или там не знаю благодарность какая-то финансовая пришла вы из всех этих доходов берете какую-то часть но хотя бы три процента до сколько не жалко и откладывайте в денежный магнит понимая что вы эту сумму больше не используйте то есть все она лежит в специально отведенном конверте и все она будет привлекать еще больше денег вашу жизнь то есть каждый раз я знаю что многим это сложно некоторые говорят как я могу отложить когда мне даже на хлеб не хватает ну легко и просто вы можете даже копейки откладывать потом вы увидите что ваши копейки превратятся в рубли и в бой и потом уже больше купюры да просто это нужно взять и начинать делать но опять таки я же никого не уговариваю я просто вам транслирую то что делая опять таки конечно же я не буду вам рассказывать принципы финансовой грамотности конечно же какие-то деньги нужно на благотворительность жертвовать обязательно чтобы запустить денежные потоки до подушку безопасности откладывать желательно конечно же откладывать еще на ваши хотелки которые у вас есть там если вы хотите полететь в космос дан для этого нужно там не меньше миллиона долларов начните накапливать знаете я тогда год назад когда проходила денежный интенсив не совсем могла понять ну я не совсем верила той информации что когда мы начинаем накапливать то у нас волшебным образом все больше больше денег начинает прибывать на самом деле она так и есть то есть у меня созданы конвертики да и вот я туда заглядываю там ну например на автомобиль да потому что у меня на самом деле нету автомобиля и нету людей которые могли бы мне подарить автомобиль до и покупать обо что я не хочу хочу покупать купите нормальный автомобиль сразу то есть новые из салона а для этого нужно иметь хорошую зарплату пол в кредиты в долги я не вложу это не мой принцип жизни я не предпочитаю никакие обходиться без кредитов и не одалживать только в самое самое критические моменты вот и соответственно вот эти конверты на моей цели они как-то быстренько быстренько у меня утолщается увеличиваются вот и по крайней мере вы уже запустили информацию во вселенную что вам нужно машина вам нужна квартира вам нужна поездка там на мальдивы или маврики какой-нибудь то и соответственно у вас уже есть фокусировка и вселенная вам будет просто больше помогать вот они потоки начинают открываться вот значит 10 процентов от своих доходов это первый вариант есть второй вариант как тоже можете себе откладывать значит это называется этот вариант называется заплати себе ндс заплати себе 20 процентов и ндс а от твоих же покупок для меня это немножко такая сложноватая система на самом деле но если у вас есть такая возможность то конечно же возьмите себе ее на вооружение как это делается вы сами себе платите ндс от всех своих под покупок в размере 20 процентов то есть например если вы купили за 100 рублей себе какую-нибудь вещь да в магазине вот вы ее приобрели вы от этой стоимости берете 20 процентов налога да и соответственно кладете в свою копилку то есть вы заплатили сами себе еще налог то есть в результате вы за эту вещь заплатили не 100 рублей а 120 100 рублей вы отдали продавцу а 20 рублей вы оставили себе и таким образом конечно же ваша копилка еще больше будет наполняться ну или придумайте себе такой ндс который для вас будет более комфортный вот вот таких два способа накопление денежного магнита она конечно требует дисциплины поэтому я хочу вам пожелать дисциплинироваться прямо сейчас купить конвертики или завести какие-то шкатулочки для того чтобы начинать уже откладывать и поверьте вы потом через год меня вспомните добрым словом как вот я сейчас вспоминаю александра резьки надо что очень приятно наблюдать как 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 растет денежный магнит а так как растут купюру количество купюров вашем конвертики вот так я еще пошла дальше мало того что я уже начала накапливать себе сумма конвертик меня стало радовать очень приятно знаете так пересчитывать прямо напитываться этой энергией ко мне стала приходить информация как же можно не просто сохранить эти деньги как их можно приумножить и соответственно сейчас таких возможностей очень много очень много я схватилась за одну возможность мне понравилось вариант накопительного счета до в котором каждый месяц процент начисляется процент от ваших от вашей суммы и этот процент можно добавлять потом к сумме то есть капитализировать да и соответственно у меня каждый месяц мало того что я и так пополняя свой счет он у меня увеличивается за счет начисляемого процента этого счета да и и вот таким образом мой магнит растет еще быстрее то есть очень классная возможность очень классный вариант это не рисковый проект да потому что я же говорила что я имею опыт высокорисковых проектах и как бы я не считаю их гармоничными не считаю их человеческими поэтому я закинула эту тему мне все-таки больше я за любовь за мир за жвачку да вот и чтобы все происходило гармонично но в то же время чтобы она не стояла на месте а росло и развивалась поэтому я благодарна тому что вот приходят люди приходят информация который дает возможность нам стартовать который дает возможность расти развиваться создавать себе такие накопительные счета создавать денежные магниты которые естественно начинают работать как-то волшебным образом и приумножать наши наши доходы поэтому сейчас поэтому сейчас что я рекомендую возьмите себе на заметку что такое денежный магнит если вы хотите все-таки с нуля даже даже вот прямо сейчас не имея очень хороших доходов как-то вот продвинуться в этой жизни создайте себе денежный магнит поставьте себе цель до рассчитайте какую бы вы сумму хотели иметь чтобы к вам она приходила потому что денежный магнит он немножко больше притягивает чем он на самом деле есть да вот постарайтесь найти вариант для приумножения этих денег чтобы быстрее у вас это приз происходило только рассматривайте толковые легальные компании да вот и вперед и дальше уже у нас будет намного интереснее информация это будет буквально через пару месяцев я попробую записать и рассказать как же еще больше и быстрее увеличить наши денежные потоки и улучшить качество жизни если вам нравится та информация которую я вам даю на youtube канале в инстаграме то тогда подписывайтесь делайте репосты рекомендуйте своим друзьям ставьте лайки комментируйте подписывайтесь да она нажав на колокольчик ставьте оповещение вот и до новых встреч на связи была ольга альшкевич